Если нужно достичь какой-то цели, вот это как раз спортивная упорство, спортивная злость, она помогает преодолевать некоторые невзгоды, трудности семейные, жизненные трудности, финансы, чего же там грешить. Спорт превратил его жизнь в одно большое увлечение, подарил спортивное братство и здоровье. За 12 лет после того, как Виктор Денисов ушел из большого спорта, всего два больничных признается двукратный вице-чемпион Олимпийских игр. О том, что посвятит свою жизнь гребле, Виктор даже и не думал. Занимался боксом, борьбой, лыжами. С веслом в руке тогда тренировался родной брат. Он и привел в этот вид спорта Виктора Денисова, уступив спортивную славу. Как раз у нас вид спорта такой, что можно зимой заниматься лыжами, много игровых видов. Очень интересно заниматься не только греблей, а и развивается человек очень разносторонний. Поэтому пришел, понравилось. В то, что труд Виктора на тренировках превратится в победу, уже через год поверил тренер-спортсмена Александр Сергеев. Тогда почувствовал уверенность в своих силах и Виктор Денисов на городских соревнованиях. Эта уверенность помогла и в 1988 году на Олимпийских играх в Сеуле и прославила Тверского гребца на весь мир. Тверская школа гребли показала высокий уровень подготовки спортсменов. Виктор Денисов стал двухкратным олимпийским призером. Серебро в байдарке двойки на 500 метров и серебро в четверке на 1000. В борьбе двойку Весла Тверетянина была совсем рядом и заветная победа. Когда прозвенел финишный такой зумер, такой дзин-дзин-дзин. Две лодки заехало очень плотно. Мы и новозеландцы. И когда уже после финиширования посмотрели, ну кто? Говорит, никто не знает. Мы свечицы, что мы второе место. И мы проиграли вот столько. Тверская школа гребли всегда была на высоком уровне. Наряду с опытными воспитателями спортивного духа и мастерства, еще один хороший тренер – лошская вода. Вода тяжелая, торфяная, с большой плотностью, проверка скоростной выносливости. Разницу между ней и олимпийской водой Виктор прочувствовал не раз. Если ты уже, знаете, в воде готов к медалям, то тебе стоит только подтвердить их на олимпийских, на каналах, на олимпийских. Потому что практически везде стараются проводить соревнования на каналах. Там это стоячее, теплое и быстрое. Быть первым – это эгоизм. Но без этого невозможно покорить спортивные вершины. После блистательной победы на Олимпийских играх в Сеуле тверские гребцы больше не сотрясали мировой Олимп. Ровно 20 лет на летних Олимпиадах среди россиян не появлялись тверские имена. Было чуть проще в том, что у нас государство все-таки больше уделяло внимания и физкультуре, и вообще спортсменам в частности. Проводилось больше сборов выездных в теплых местах. Больше у нас проводилось тренировок. Сейчас Виктор Денисов сам представляет тверскую тренерскую школу. Виктор входит в пледу тех наставников, которые с веслом в руке воспитывают настоящих тверских спортсменов. Сегодня в Верхней Волжье уже есть те, кто смогут прославить Тверскую область на весь мир, говорит двукратный вице-чемпион Олимпийских игр. В прошлом тренер Виктор Александр Сергеев сейчас воспитал еще одного чемпиона – родную дочь Анастасию. Чемпионка мира и Европы среди юношей, призер Европы среди взрослых с большими шансами не только поехать в Пекин, но и приехать с заветной медалью. Если Анастасия Сергеева подтвердит свое место на Европе, то спустя 20 лет молчания тверских грибцов на Олимпе может прерваться громкой победой. А, конечно, самое большое напутствие – бороться за медали. Потому что, в принципе, они могут. Главное – поверить в себя, забыть о соперниках. И вот есть старт, есть финиш. Ну, иногда можно поглядывать, но это иногда даже хуже становится.